Вот о чём я постоянно думаю. Ну не постоянно, по вторникам и остальным дням. Ну да, получается всегда. Согласитесь, что женщины не все выглядят идеально. О мужиках я вообще молчу. Вот реально, прямо скажем, не идеально. И это сейчас, в 21 веке. Почти в середине 21 века. В будущем, то есть сейчас, в будущем, женщины выглядят не все идеально. Я не говорю идеально, что у них руки не той формы, а в той сфере, которую легко изменить. Я говорю об уходе за собой. И иногда прямо очень не идеально. Так не идеально, что даже один раз увидев, она тебе потом снится, и ты как бы срёшь в подыдеальник. Но вот о чём я думаю. Вы представляете, какие были тёлки, например, в 15 веке? То есть сейчас не все женщины идеально, учитывая то, сколько всего существует для того, чтобы женщина стала идеальной. Одна из самых крупных индустрий работает на то, чтобы женщина максимально хорошо выглядела. А в 15 веке ничего не было для того, чтобы она выглядела хорошо. Давайте пофантазируем, что представляла из себя женщина в 15 веке. Ты снимаешь с неё платье. Она небритая. От неё воняет. По-любому жирная. Грязная. У большинства были вши, либо другие насекомые. Глисты, скорее всего, были, потому что о гигиене тогда знали только лишь татаро-монголы. Ложь? Ложь. Косметику никакую вообще не использовали. Волосы ужасные. То есть вы представляете, если не мыть волосы шампунем ни разу в жизни? Я иногда вижу женщин в транспорте, которые не моют голову неделю. Такое ощущение, что у неё просто на голове лежит вот такой вот кусок сала. Так вот, а там женщине, допустим, 20 лет, и она никогда не была головой шампунем в своей жизни. Десятое. Зубы. Ужасные зубы и вонь изо рта. Ни зубной пасты, ни зубных щёток на тот момент нет. По сути, в 15 веке род человека это был склад гниющего мяса. Так вот она перед вами, и вам нужно заняться с ней любовью. По сути, тебе предстоит сейчас заниматься любовью с чудовищем. И ведь я сейчас описал один из лучших вариантов. В худшем варианте у неё огромная гниющая дыра в животе, и из неё вываливаются куски еды, которые она в это время ест, потому что жрать нужно постоянно. Это средневековье, других развлечений нет. Ага, а ведь я ничего не выдумал, всё правда. Так что цените то, что есть у нас сейчас. Поэтому мораль моего спича, или не в этом. Иногда у меня нет никакой морали, я просто так что-то говорю, потому что, сами знаете, я снимаю всякую поебень на камеру. Рок-н-ролл. Самый многословный и самый спокойный летсплейщик Рунета. Подписывайся на канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова